Болезнь Паркинсона Болезнь Паркинсона История изучения болезни Паркинсона Связана с семенами Джеймса Паркинсона Простого английского врача, который на основании описания шести больных Из которых он троих видел из окна своей квартиры на улицах Лондона Представлено описание этого заболевания Оно было настолько четким, что спустя 60 лет на одном из первых международных конгрессов Жан-Мартен Шарко, который внес существенный вклад в описание клиники болезни Паркинсона Предложил назвать заболевание его именем Три года назад международная неврологическая общественность Праздновала 200-летие описания этой болезни Существенный вклад в изучение этой болезни внес и отечественный исследователь Третьяков Который на основании патоморфологических исследований предположил, что причиной паркинсонизма является поражение черной субстанции В дальнейшем Эрингером и Горникевичем обнаружено снижение дофамина в базальных ганглиях при болезни Паркинсона А в дальнейшем были внедрены препараты Левотопа для лечения этой болезни С чем связана актуальность? Во-первых, эта болезнь встречается все чаще и чаще И в первую очередь это связано с постарением населения Благодаря лечению эти больные выживают Следует отметить, что несмотря на существенные успехи в познании этой болезни Болезнь неизлечима Мы не можем ни пристановить, ни замедлить прогрессирование этой болезни Лечение проводится симптоматическое Сохраняется высокая смертность, высокая инвалидизация Сложность постановки раннего диагноза Практически нет патогенетической терапии, которая постановила течение, как я уже говорил К сожалению, лечение этой болезни неизбежно сопровождается развитием осложнений Причем нередко эти осложнения хуже самой болезни И мы сегодня будем об этом детально говорить Огромные экономические потери Заболеваемость достаточно высокая Ежегодно до 20 больных на 100 тысяч населения Распространенность в промышленно развитых странах Достигает 1% среди лиц старше 60 лет Предполагается, что в ближайшие 20 лет число больных удвоится В рейтинге неврологических заболеваний Болезнь Паркинсона занимает почетное второе место после болезни Альцгеймера Среди заболеваний головного мозга После церебровоскулярных заболеваний Опережая апеллепсию, рассеянный склероз Распространенность среди мужчин почему-то в два раза выше До сих пор непонятно То ли это связано с влиянием половых гормонов То ли подвешенность влияния различных токсинов С которыми чаще общаются мужчины Некоторое время существовало представление о том Что среди чернокожих эта болезнь должна встречаться реже Но оказалось, что в различии В возникновении этой болезни Среди белокожих Связано с тем, что они просто доживают До того возраста, когда эта болезнь возникает Интересно, что чаще болезнь Паркинсона Сречается у лиц не куривших в молодости Проживающих в сельской местности Мы об этом будем говорить Вероятно, тут сказываются проблемы Применения пестицидов в сельском хозяйстве Почему-то чаще встречается болезнь Среди учителей и врачей Рыжеволосых Очень коротко о причин О классификации паркинсонизма Различают первичный Или идиопатический паркинсонизм И вторичный симптоматический паркинсонизм К первичному паркинсонизму относят Болезнь паркинсона О ней мы сегодня будем детально говорить И наследственно отосомно-рецессивный Ювенильный паркинсонизм Который встречается во много раз реже Чем болезнь паркинсона Наследуется отосомно-рецессивным путем И что касается вторичного симптоматического паркинсонизма Он связан с лекарственными воздействиями И с перенесенной черепно-мозговой травмой Воздействием различных токсинов Эта болезнь может быть связана С перенесенным энцефалитом Описан паркинсонизм и при гидроцефалии Значительное место занимает сосудистый паркинсонизм И при опухляху мозга Существует паркинсонизм, связанный с наследственной патологией И некоторые другие дегенеративные Так называемые спорадические случаи Мы их называем паркинсонизм К ним относятся мультисистемная атрофия Прогрессирующая надъядерный паралич Кортикобазальная дегенерация Болезни Альцгеймера Мы о них сегодня далее будем говорить В плане дифференциальной диагностики Болезни паркинсона При некоторых наследственных заболеваниях Синдром паркинсонизма встречается в рамках Гипотеретикулярной дегенерации Спиноцерблярных атаксий Болезни Фара Юношеский вариант болезни Гентингтона В рамках синдрома Сегавы Болезни Голлерворда-Швадца Болезни Грицфельта-Якова Этиология болезни паркинсона Достаточно мало понятна Предполагается, что болезнь паркинсона Является результатом взаимодействия Нескольких факторов А именно старение Генетической предрасположенности И воздействие внешних факторов До сих пор предметом дискуссии Является ли болезнь паркинсона Единым заболеванием Или финальной стадией Ряда патологических процессов Представляющих собой Тесное взаимодействие Эндогенных и экзогенных факторов Ну, собственно говоря Такие же мнения существуют И вокруг эпилепсии Эпилептических синдромов Рассеянного склероза Об этом свидетельствует Разный возраст дебюта Скорость прогрессирования Различия и формы Какова роль старения Как мы говорили Эта болезнь Связана С пожилым возрастом Собственно говоря При любом старении При совершенно Физиологическом старении Возникает Уменьшается содержание Пигментированных нейронов Компактной части Черной субстанции А роль старения Свидетельствует то Что у совершенно Здоровых Пожилых людей При вскрытии Обнаруживается Тельца леви Характерных Для болезни Паркинсона То есть Происходит Накопление Своеобразных Белковых телец Характерных Характерных Для болезни Паркинсона Так же Как и при болезни Паркинсона Снижается Транспорт Дофамина Встрятами Но при этом Не отмечено Различия между Хвостатами Ядром Ядром Из-за Характерных Для болезни Паркинсона Именно В отношении Хвостатого Ядра Доказано Существенное Снижение Дофамина При болезни Паркинсона Что отличает От физиологического Роли генетической предрасположенности свидетельствует то, что болезнь Паркинсона все-таки гораздо чаще встречается среди родственников первой степени родства Известно целый ряд локусов связанных с конкретными генами при которых возникает эта болезнь Высокая конкордантность у монозиготных близнецов при дебюте в более молодом возрасте Это доказывается данными позитронно-эмиссионной этапе Роль внешних факторов свидетельствует роль пестицидов соответственно употребления колодезной воды Как я уже говорил в сельской местности эта болезнь встречается чаще снижает риск развития болезни курения Есть такие существуют такие предположения что сигаретный дым обладает нейрозащитным действием или оксид углерода является гасителем свободных радикалов которые являются важным фактором патогенези болезни Паркинсона Есть наверное вполне правомочное предположение что у лиц со своеобразным генетической предрасположенность сниженное желание курить в связи с чем возникает эта болезнь Вероятные защитные факторы о роли внешних факторов свидетельствует прием кофеина употребление кофе нестероидных противовоспалительных препаратов об этом же свидетельствует высокий уровень эстрогенов уратов холестерина высокая физиологическая активность прием малых доз алкоголя витамина Е почему до сих пор непонятно патогенезия болезни Баркинсона существенное значение играет дегенерация дофаминергических нейронов черной субстанции в области ствола головного мозга как известно физиологически у здоровых людей дегенерация дофаминергических нейронов протекает со скоростью 1% в год в то время как при болезни Паркинсона эта скорость увеличивается в 10 раз соответственно уменьшается транспорт тормозного медиатора дофамина по аксонам микростреарных нейронах к фастатам и ядру и в настоящее время имеется доказательство дисфункции митохондрии окислительным стрессом апоптозом накоплением мутантного белка альфа-синуклеина с формированием из него телец-леви и наконец существенную роль в патогенезе болезни Паркинсона занимает нарушение баланса нейромедиаторных систем а именно взаимоотношений между дофаминергической то есть уменьшением уровня дофамина дофамина с сохранением уровня ацетилхолина глутамата и гамма-корни и гамма-аминомасляной кислоты вот нарушение этого баланса играет существенную роль в развитии этой болезни и кстати это используется для лечения этих больных применяются препараты воздействующие на этот баланс например применяются холинолитики аутомат атернические препараты и так далее об этом поговорим позднее при болезни паркинсона уменьшается концентрация пигмента в среднем мозге вот на данном слайде вы это видите вот норма черная субстанция выражена достаточно хорошо и практически отсутствие ее в среднем мозге при болезни паркинсона наряду с патогенетическим механизмом существуют и защитные механизмы защитные механизмы например при секционных исследованиях было установлено что первые симптомы болезни появляются когда численность нейронов черной субстанции снижается более чем на 50 процентов а содержание дофамина куда транспортируется в стриатме более чем на 80 процентов второе механизм защитный это повышение чувствительности постсинаптических рецепторов дофамина кстати это играет существенную роль в тех осложнений с которыми мы сталкиваемся при применении препаратов леводок наряду с дофаминаргическими нейронами черной субстанции генерации подвергаются и нейроны дорсального ядра блуждающего нерва напоминаю вам что это ядро является парасимпатическим ядром обонятельной луковицы серотонинергических нейронов ядер шва хоренергических нейронов ядра мейнерта а также нейроны больших полушарий всего этого понятно возникает и дисфункция серотонинергических нерадренергических и энергических систем проявляющиеся и анасмии депрессии деменции вегетативные недостатки переходим к клинике болезни паркинсона болезнь приходится на возраст 55-60 лет в редких случаях болезнь может начинаться и раньше тот в случаях если болезнь начинается до 40 лет мы называем эту болезнь паркинсонином с ранним началом и винильный паркинсонизм начинается на втором десятилетии жизни каковы подебютные проявления болезни паркинсона обычно болезнь подкрадывается достаточно незаметно и медленно прогрессирует чаще всего болезнь начинается с дрожания или неловкости в одной руке некоторые больные жалуются на внутреннее дрожание которое врач при осмотре не выявляет но этому дрожанию необходимо верить более редкий вариант замедленность ходьбы односторонняя скованность нередко в дебюте болезни фигурируют жалобы на боли в конечности спине мышечные судороги чаще всего эти боли захватывают плечевой сустав заднюю поверхность шеи в дебюте нередко встречается и депрессия которая может задолго опережать двигатель конечно главными клиническими проявлениями паркинсонизма являются моторные нарушения к ним относятся гипокинезия мышечная ригидность тремор постуральные расстройства как проявляется гипокинезия прежде всего маскообразным лицом так называемые гипомимией изменяется почерк он становится мелким характерно монотонная тихая угасающая речь характерно брадикинезия олигокинезия бедность движений замедленность движений рано изменяется походка она становится либо шаркающей либо семенящей с укорочением шага при ходьбе больной не размахивает конечности руками и это можно заметить уже на самых ранних стадиях характерно характерен феномен застывания больной внезапно может возник у больного внезапно могут нарушиться активные движения он застывает в то же время в то же время характерен феномен парадоксальной кинезии когда больной совершает движение который полностью диссонирует с его обычными замедленными движениями например если возникает какая-то опасность необходимость убежать от допустим от собаки то движение значительной степени ускоряется такой больной способен танцевать способен ездить на велосипеде рейтин железнодородокс и шарик управлять ученики Тут возможны два варианта развития событий. Либо у больного повышается тонус по типу свинцовой трубки, пластический гипертонус. Когда у больного затруднены как разгибания конечностей, так и сгибания. Мышечный тонус, в отличие от пирамидного гипертонуса, равномерно повышен. Второй вариант – это возникновение феномена зубчатого колеса. Когда при пассивных движениях конечностей возникает такое зубчатое, напоминающее работу часового механизма, зубчатое сопротивление. При пассивных движениях верхней конечности и активном движении нижней конечности усиливается феномен зубчатого колеса, что проявляется симптомом Нойка Ганева. Характерна наклонная поза, поза просителя, называемая кампто-кармия. Регидность варьирует в течение дня, увеличивается пристрелиться, уменьшается во время сна, что собственно говоря характерно для любых экстрапирамидных заболеваний. Как я уже говорил, на ранних стадиях возникают боли, связанные именно с этой ригидностью. Второй симптом, третий симптом – это тремор. Характерен тремор покоя. Тремор, по сравнению с физиологическим, гораздо реже. Физиологический тремор, напоминаю, это 8-13 Гц. Тремор дистальный, по типу счета монет, скатывание пилюли. Он односторонний на ранних стадиях. Он динамичный, меняется в течение дня, так же, как и другие моторные симптомы наших больных. Он увеличивается при умственной нагрузке, при стрессе, при ходьбе, движении здоровой конечности. Я использую ходьбу для того, чтобы выявить тремор, который в покое, в покое, может быть выражен незначительным, но при ходьбе больного четко выявляет, нарастает тремор в верхней конечности. Далее, он уменьшается при произвольном движении той конечности, которая увлекается от тремора. То есть при пальце-носовой пробе, которую мы используем для проверки тремора, мы видим уменьшение тремора при движении больной конечности. Обычно он начинается с дистальных отделов одной руки и по мере прогрессивного уровня распространяется на максимальные отделы. Наряду с тремором рук и в меньшей степени ног возможно дрожание подбородка или губ на поздних стадиях. На поздних же стадиях возможно присоединение постурального и кинетического тремора, что создает определенные сложности и дифференциации с эссенциальным тремором, мозжечковым тремором. Ригидность мышц перекрывает тремор и по мере уменьшения ригидности на фоне лечения тремор может усиливаться. С этим связано возникновение тремора у больных, которые при применении дофаминергических препаратов. В этом случае они в первую очередь уменьшают скованность больных, и поэтому может усилиться тремор, что вызывает, конечно, негативную реакцию наших пациентов. В этих случаях нам необходимо объяснить особенности вот этого лекарственного воздействия. Если почему-то картинка не получилась, у этой больной наблюдается дрожание правой руки, и тремор покоя, уменьшающийся при применении пальца носовой пробы. У этого больного мы видим достаточно редко встречающийся тремор языка и в меньшей степени подбородка, при том, что тремор руки у него совершенно незначительный. Продолжение следует... Наконец, последнее моторное нарушение, последний симптом моторного нарушения – это постуральная неустойчивость. То есть, эти больные падают из-за того, что они не могут поддержать центр тяжести, тяжести тела. Для этих больных характерно затруднение начала ходьбы, инициации ходьбы, они топчутся на месте. Характерно пропульсии, а именно, больные начинают ходить в нормальном темпе, но по мере ходьбы нарастает скорость движения, из-за чего больные могут упасть лицом вперед. Применяется для выявления ретропульсии толчковый тест Тавенара. Врач стоит позади больного и тянет резко на себя пациента. Если у него сохранена постуральная устойчивость, он совершает один шаг назад. Если же у него имеется постуральная неустойчивость, то он падает назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наряду с моторными симптомами у этих больных наблюдается целый ряд немоторных симптомов. Я говорил о том, что при этой болезни имеет место поражение и коры головного мозга, и парасимпатических структур, и лимбической системы. Поэтому для этих больных также характерен высокий уровень депрессии, апатии, тревоги. Половина больных становится достаточно высоко доминирующим в клинике. Нередко встречаются галлюцинации, иллюзии, но они могут быть связаны и с применением наших лекарственных препаратов. У этих больных развивается деменция ловно-подкоркового типа. Это означает, что у них нет афазии, апроксии, но наблюдается в клинике доминирующим является замедленность мышления, застревание. Далее, очень характерно обсессивное поведение. Например, у этих больных встречаются элементы навязчивости, что приводит к тому, что очень характерным является и акаэрия, приставучесть, приставание. То есть больной не может сдвинуться с обсуждаемой темой. Спутанность сознания встречается достаточно редко. Делирии, та же, как галлюцинации и иллюзии, могут быть связаны с ятрогенией. Редко встречается. Большинство больных жалуются на проблемы сна. С чем они связаны? В первую очередь, связаны с синдромом беспокойных ног. При засыпании у больных возникает непреодолимое ощущение ползания мурашек, сжатия голеней, стоп, что заставляет их совершать движение нижней конечности, вставать, ходить по комнате. И, соответственно, эти больные возникают проблемы с засыпанием. Эти больные, для них характерная дневная исследовательность, связанная с тем, что они не высыпаются ночью. Яркие сновидения, расстройство дыхания во сне, опять же, обусловленные ригидностью дыхательной. Наряду с психиатрическими симптомами встречаются и вегетативные, а именно, проблемы с мочеиспусканием, императивные позывы на мочеиспускание, усиленное выделение мочи по ночам, нектурия, учащение мочеиспускания. Эти больные всегда покрыты флотом. Очень характерна ортостатическая гипотезия, один из главных представщиков ортостатической гипотезии. В связи с этим обмороки, ортостатические обмороки, связанные с возникновением артериальной гипотезии. Сухость глаза, сексуальная дисфункция, связанная и с гиперсексуальностью, и с сочетанием с эректильной гипотезией. Очень характерны различные варианты гастроэнтестональных нарушений и слюнотечения. У этих больных ригидность мускулатуры, поэтому они с трудом проглатывают слюну, накапливающуюся. Нарушение вкуса, запаха, затруднения глотания, рвоты, запоры. Нередко не удовлетворены с упражнением кишечника, и в то же время, может быть, недержание кишечника. Очень характерны обонятельные расстройства. Причем они опережают моторные нарушения на десятилетия. Могут быть боли, как я уже говорил, мышечного происхождения. Также парастезии, связанные с раздражением кожных. И целый ряд других симптомов. У этих больных снижается вес. Они тратят огромное количество энергии на постоянный тремор. В то же время, возможно, прибавка веса, по-видимому, скорее всего, связана с приемом лекарственных препаратов. Нарушается контрастность и световосприятие. Формы болезни Паркинсона Формы болезни Паркинсона Когда дрожание практически отсутствует. И чисто дрожательная форма. Самый редкий вариант. Формы болезни Паркинсона Мы используем классификацию Хена и Яра. В отношении стадии заболевания. Значит, в первой стадии заболевания – это болезни со средствами. Моторные нарушения, связанные с одной половиной тела. Чаще всего это рука. Во второй стадии возникают билатеральные проявления. И в третьей стадии – к билатеральным проявлениям. Когда моторные нарушения захватывают обе половины тела. Присоединяются умеренно выраженные постуральные нарушения. В виде пропорции. Неудержание позы. Кампта кармии. О которых мы уже говорили. Но больной в третьей стадии самостоятельно передвигается. В четвертой стадии этот больной – глубокий инвалид. Значительная утрата двигательной активности. Но больной передвигается лишь в пределах комнаты. И, наконец, в пятой стадии – больной полностью прикован к постели. Вот эта классификация Хена Яра используется нами в плане трактовки его двигательных нарушений, соответственно, и его инвалидизации. Существуют разные темпы прогрессирования болезни Паркинсона. Это быстрый темп, когда смена стадии Пахена Яра происходит в пределах двух лет, умеренный – до пяти лет, и медленный – более пяти лет. Диагностика болезни Паркинсона осуществляется с использованием критериев диагностики болезни Паркинсона, общества болезни Паркинсона. В Великобритании есть такое общество по имени отечественного исследователя Паркинсона. Итак, три шага в диагностике этой болезни. Первый шаг – это диагностика синдрома Паркинсонизма. Эта диагностика основана на симптоме гипокинезии, который может сочетаться хотя бы с одним из других моторных проявлений, а именно с мышечной ригидностью, с тремором покоя, ну и гораздо реже – это с постуральными нарушениями. Но доминирующим является симптом гипокинезии в виде брадикинезии, олигокинезии. Второй шаг связан с применением критериев исключения болезни Паркинсона. То есть мы ищем те нарушения, которые могут указать нам на то, что перед нами симптоматическая форма болезни Паркинсона или синдром Паркинсонизма плюс. Ну, в качестве примера можно привести такие, как наличие повторных инсультов, при которых возможно ступенеобразное прогрессирование симптомов Паркинсонизма. Это повторные черепно-мозговые травмы в анамнезе, указывающие на то, что этот Паркинсонизм имеет травматическое происхождение. Постэнцефалитический Паркинсонизм связан с наличием энцефалита в анамнезе. Об этом же свидетельствуют и окологирные кризы, характерные для знаменитых энцефалитов эконома. Использование нейролептиков перед дебютом болезни, которые нередко сопровождаются возникновением акинетико-регидного синдрома. Для болезни Паркинсона не характерна длительная ремиссия и длительность сохранения одностороннего сохранения. Этот симптом скорее указывает на то, что у больного какой-то либо лакунарный процесс, либо опухолевый процесс, если речь идет о прогрессировании. Супрануклеарный паралич ЗОРА Мы сегодня будем проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями. Вспомним и этот знаменитый супрануклеарный паралич ЗОРА. Можечковые знаки могут указывать на можечковую патологию, на мультисистемную атрофию. Об этом же свидетельствует и раннее быстро прогрессирующая амитативная недостаточность. Симптом Папинского не должен встречаться при болезни Паркинсона. И, наконец, третий шаг постановки диагноза. Опять же, мы ищем у больного симптомы, подтверждающие диагноз болезни Паркинсона. Одностороннее начало, тремор покоя, неуклонно прогрессирующее течение, сохранение асимметрии симптоматики с первоначально вовлеченной стороне. Это очень и очень характерный симптом, что отличает его от других дегенеративных заболеваний. Очень характерна для болезни Паркинсона высокая эффективность препарата левотопа. На первых порах она доходит до 100%. Об этом же свидетельствует выраженная хориодистония, индуцированная левотопой. Длительная реакция на левотопу. И длительная продолжительность заболевания. Болезнь Паркинсона – это дегенеративная патология, но при которой болезнь тянется достаточно долго. Для болезни Паркинсона не характерны какие-то конкретные нейроизоляционные доказательства. Эти КТ и МРТ нарушения скорее необходимы для проведения дифференциальной диагностики болезни Паркинсона с другими заболеваниями. Понятно, что в связи с тем, что это лица пожилого возраста и старческого возраста, возможно различные возрастные патологические изменения, связанные с сопутствующей сосудистой патологией и возрастной атрофией мозга. Далее, если речь идет о сосудистом Паркинсонизме, то все-таки для него характерны более существенные лакунарные очаги и инфаркты базальных ганглиев, контрлатеральные гемипаркинсонизм. Представьте себе, у больного поражение среднего мозга с поражением черной субстанции. Понятно, что в этом случае обнаружение такого лакунарного очага дает достаточно убедительные аргументы в пользу сосудистого происхождения этой болезни. Есть такая норма тензивная гидроцефалия, она встречается достаточно редко, но при ней существует такой контраст между расширением желудочков при нормальном субархоноидальном пространстве. Эта гидроцефалия может возникнуть в результате перенесенного субархоноидального обкоразвияния, перенесенного в прошлом менингита, в результате чего нарушается всасывание жидкости. При мульсистемной атрофии мы находим атрофию мужичка Эльмаста, при прогрессирующем над ядерном проличе характерна атрофия среднего мозга, для болезней Хафара кальцификации подкорковых узлов, кортикобазальная дегенерация, асимметричная корковая атрофия. При позитронно-эмиссионной атрофии можно обнаружить снижение захвата радиоактивной F-DOF в стриатуме. Когда мы формулируем диагноз, то мы должны указать клиническую форму, степень тяжести, выраженность постуральной неустойчивости и ходьбы, немоторные проявления, осложнение лечения. Вот пример формулировки диагноза. Болезнь Паркинсона, смешанная форма с выраженной постуральной неустойчивостью, деменция легкой степени, третья степень тяжести по хен и яму. И описываем лекарственные осложнения. Изнашивание конца дозы, болезнистония и пикодозы. Дифференциальная диагностика Дифференциальная диагностика проводим с целым рядом и физиологических состояний, с нормальным старением, и целым рядом двигательных нарушений, при которых наблюдается психомоторная заторможенность, такие как депрессия, кататонический ступор, избыточная сонливость, гипотиреоз, психогенный паркинсонизм. В связи с болями нередко приходится проводить дифференциальные диагностики с мышечно-скелетными синдромами, при которых неизбежно возникает определенная гипокинезия и тонусные нарушения и с инсультными параличами. Что отличает болезнь Паркинсона от нормального старения? При нормальном старении мы видим симметричные двигательные нарушения, замедленность движений, но она симметрична. Для болезни Паркинсона характерна более высокая скорость прогрессирования. При старении леводопа не даст никакого положительного эффекта. Она отразится только на состоянии моторных функций больного, страдающего болезнью Паркинсона. Эссенциальный тремор нередко создает большие-большие проблемы в дифференциации с болезнью Паркинсона. Особенно в том случае, если эссенциальный тремор начинается в позднем возрасте, называемого синильным тремором. Это тоже эссенциальный тремор, просто он начинается достаточно поздно. Бывает, что эссенциальный тремор асимметричен, особенно на ранних этапах. Бывают спорадические случаи эссенциального тремора. В дальнейшем, при эссенциальном треморе, наряду с характерным для него постуральным, в меньшей степени кинетическим тремором, может присоединиться и тремор покоя. Сложности в дифференциации обусловлены еще тем, что при болезни Паркинсона существует выраженная коморбидность с эссенциальным тремором. Среди родственников больных с болезнью Паркинсона частота эссенциального тремора достаточно большая. Даже как и среди больных с эссенциальным тремором чаще встречается болезнь Паркинсона. Все-таки, что позволяет нам проведить дифференциацию с эссенциальным тремором? Это отсутствие кинезии и ригидности, постуральный кинетический тремор, более высокая частота. У больных с эссенциальным тремором – тремор головы, а не челюсти и языка, как я указывал выше. И этот тремор обычно симметичный. Очень помогает в проведении дифференциальной диагностики от особенно доминантный тип наследования, ответ на алкоголь, реакция на алкоголь и отсутствие реакции на леводоп. В постановке диагноза болезни Паркинсона следует помнить о том, что это самая частая встречающаяся форма паркинсонизма. На болезнь Паркинсона приходится более 80% всех случаев синдрома паркинсонизма. Но второе место совершенно неожиданно занимает прогрессирующий супрануклеарный паралич. В последние годы, благодаря тому, что мы широко используем различные нейролептики, третье место, четвертое место занимает нейролептический индуцированный паркинсонизм. Сосудистый паркинсонизм всего лишь в 40 раз реже встречается, чем болезнь Паркинсона. Если вспомнить диагнозы, поликлинические диагнозы, где сосудистый паркинсонизм занимает доминирующее место, это вызывает определенное удивление. Ну и все остальные варианты встречаются очень редко. Постэнцефалитический паркинсонизм в настоящее время очень редко встречаются. Энцефалит эконома ушел из нашей практики. Редкие случаи болезни Галлервордена-Шпатса с нарушением обмена железа, семейная болезнь Фара и другие формы паркинсонизма. Надо помнить о том, что некоторые лекарства способны вызвать возникновение синдрома паркинсонизма. Это нейролептики, это метаклопропамид, это резервин, последнее время мы его редко используем, метилодофа. Вот в нашей практике часто мы используем препарат цинолизин Сагерон венгерский. Очень широко используется в пожилом возрасте и надо помнить о том, что этот препарат один из главных поставщиков лекарственного паркинсонизма. Об этом свидетельствуют исследования американских авторов. Лекарственного паркинсонизма Это подострое развитие, в отличие от болезни паркинсона, где оно достаточно медленное. Это симметричность, нередкое сочетание с лекарственными дискинезиями, с другими лекарственными дискинезиями, орфоциальная дискинезия, акатизии, суетливостью, характерно для этой болезни. Далее регресс симптомов при отмене вывоза паркинсонизма препарата. Обычно он наблюдается на протяжении нескольких недель или месяцев, но иногда остается стабильным. В этом случае, по-видимому, имеет смысл подумать о том, что у больного прием лекарств способствовал декомпенсации болезни паркинсона. Это больная поступила к нам из психиатрической больницы с подозрением на болезнь паркинсона. У нее типичный лекарственный нейролептический паркинсонизм. Токсический паркинсонизм связан с отравлением угарным газом, цианидами, соединениями марганца, метанолом. В наше время нередко встречается марганцевый ракционизм. Эфедроновый при использовании препаратов, содержащих эфедрин, при его получении с помощью марганцевого раствора. У этих больных развивается синдром паркинсонизма. Обычно это кинетико-ригидный синдром, комбинирующийся с мышечной дистонией, мозжечковым нарушением, постуральным тремором, выраженными корковыми нарушениями, эмоциональными нарушениями. И, к сожалению, несмотря на отмену этих препаратов, прекращением приема эфедрона марганцевого препарата, эти больные, их клиника продолжает прогрессировать. Вот у этого больного видите типичную гипомемию с птозом век, с интеллектуальными нарушениями, с явлениями дистонии при ходьбе, а такси при поворотах. Сосудистый паркинсонизм. Как я говорил, он встречается гораздо реже, чем болезнь Паркинсона, но о нем надо помнить. Мы любим этот диагноз, но следует помнить, что он имеет определенные диагностические критерии. Во-первых, должен быть синдром паркинсонизма. Должны быть определенные изменения, выявляемые по КТ и МРТ. Причем совершенно очевидно, что к этим выявленным нарушениям мы должны быть достаточно критичными, потому что они имеют право быть пожилом возрасте. Мы пытаемся установить причинно-следственную связь между паркинсонизмом и цереброваскулярным заболеванием, заказываемым по особенностям течения. Как вам известно, лакунарный инсульт притекает ступенеобразно. Либо острое начало с последующим регрессом в случае более крупного инсульта. Попытка установить связь между клиническими и нервизационными доказательствами, а именно изменений КТ или МРТ-изменений в стратегических зонах для болезни паркинсона. Симметричность очагов, поражение скорлупы, бледного шара, среднего мозга и отсутствие анагностических клинических указаний на иную этиологию паркинсонизма. Особенности паркинсонизма. У этих больных отсутствует тремор. У них вовлекается нижняя половина тела нижних конечностей. То есть паркинсонизм нижней половины тела. Эти больные при ходьбе размахивают руками, в отличие от больных с болезнью Паркинсона. Для сосудистого паркинсонизма характерны раннее развитие нарушений функции ходьбы и постуральной неустойчивости. И отсутствует ответ на... ...препарат леводопа. И совершенно очевидно в связи с тем, что поражены различные отделы мозга у больных. Возникают и псевдобульварные параличи, и пирамидные нарушения, и мозжечковая таксия. Рано развивается деменция, тазовый рост. Вот перед вами картина сосудистого паркинсонизма, выраженное явление лейкариоза, лакурнарные очаги, которые дают основание... ...думать об этой патологии. Как я уже говорил, второе место среди причин, вызывающих синдром Паркинсонизма, занимает прогрессирующий надъядерный паралич. Болезнь стила Ричардсона-Альшевского. Это спорадическое нейродегенеративное заболевание. Болезнь возникает несколько позднее, чем болезнь Паркинсона. Неуклонно... характерно неуклонно прогрессирующее течение. И очень раннее развитие на протяжении даже первого года постуральной неустойчивости с падениями. Причем они падают назад, что отличает от падений при болезни Паркинсона. Характерен порез вертикального озора, особенно вниз. Ретракция век, такой удивленный взгляд. Характерна симметричность процесса. Тремор отсутствует. В связи с дистонией, голова несколько запрокинута. Характерен блефороспазм, апроксия, раскрывание глаз. Характерно раннее развитие дисфагии, дезортриэли. То есть проблем, связанных с псевдобульбарным параличом. Когнитивных нарушений, феномен калибри. И ДОФА содержащие препараты не эффективны. Наш пациент, у которого, как видите, такой удивленный взгляд. Немного запрокинутая голова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Совершенно выраженные, резко выраженные постуральные нарушения. Астазия, абазия. Следующая мультисистемная атрофия. Астазия начинается раньше. В настоящее время не выделяет стриатонегральную дегенерацию, левопонтотрибулярную. Главное, что позволяет нам подумать об этой патологии, это сочетание паркинсонизма с выраженной вегетативной недостаточностью. А именно с ортостатической гипотезией, недержанием мочи. Причем эти симптомы появятся достаточно рано. Отсутствует тремор покоя, но может быть грубый постуральный интенсионный тремор при заинтересованности мозжечка, а именно при реаливопонтотрибулярной форме атрофии. Может быть легкий пирамидный синдром. Интеллект не страдает. И также характерно отсутствие тремор покоя. При болезни фара мы видим кальцификацию подкорковых узлов. Это болезнь, достаточно редко встречающаяся. Ее нередко путают с парафизиологическим отложением солей кальция в подкорковых структурах. Лечение. Как бы рассказал Сергей Петрович Московко, заведующий кафедрой неврологии Ленинского медицинского университета, ведение больного с болезнью Паркинсона, органической смеси искусства и обоснованной наукой практических данных. Это действительно совершенно справедливое замечание, потому что действительно очень сложная проблема лечения этих больных. надо помнить о том, что в настоящее время отсутствует средство патогенетической терапии. все наши лечебные мероприятия носят симптоматический характер. фактически нет средств приостанавливающих неуклонное прогрессирование болезни. нет нейропротекторных препаратов, которые вызвали бы регресс симптомов или остановку прогрессирования заболевания. было мнение о том, что серегилин можно обладать протективными свойствами, но большие исследования доказали отсутствие этого эффекта. Поэтому при лечении болезни Паркинсона очень важным является последнее замечание. В связи с тем, что дофамин-содержащие препараты обладают целым рядом побочных эффектов, необходимо по возможности отсрочивать назначение дофамин-содержащих препаратов. Правда, это все должно быть в разумных пределах. Необходимо быть уверенным в том, что перед нами болезнь Паркинсона. для этого необходимо повторять эти исследования, в том числе используя метод диагностики ex-juvantibus. И противоположный метод. Мы сталкивались с ситуацией, когда отмена дофамин-энергического препарата давало нам основания для постановки правильного диагноза. В нашей практике был случай, когда доминировали клинические проявления депрессии. И казалось, что моторные проявления у пациентки в пределах возрастных норм. Но когда мы отменили леводопу, то получили акинезию нашей пациентки. С тех пор мы используем этот метод диагностики иногда, когда возникают большие сложности в дифференциации. Правда? Такой метод диагностики следует проводить в условиях стационара, под контролем дежурного врача. Значит, необходимо помнить о том, что возраст и потребности больного должны быть учтены. Стадия процесса, коморбитная патология, которая позволяет нам применять тот или иной препарат или низ. Дальше следует помнить о необходимости комплайнса с больным, выбора приоритета. Это нередко в этих больных на поздних стадиях болезни возникает целый ряд нарушений, которые дают основания проводить, уделять внимание этим нередко немоторным осложнениям нашей терапии. Замена препарата проводится путем наслаивания новой терапии на предыдущую. Мы должны стараться начальное лечение проводить с использованием одного препарата. То есть в метод монотерапии, причем, как и все другие психотропные препараты, эти препараты должны использоваться в нарастающей дозировке. При неэффективности или достижающейся эффективности добавляют нарастающую дозу второго препарата и постепенно уменьшают дозировку предыдущего при достижении эффекта препарата. Вот перед вами различные препараты, которые мы используем. Это дофаминергические, таких леводолб, агонисто-дофаминовый, хрипцетер. Это антиглутаматные, как амантадин, холинолитики и хирургические методы лечения, в том числе глубокая стимуляция мозга, которая в настоящее время фактически заменила абляционную хирургию. Итак, очень коротко о некоторых препаратах, которые мы используем для лечения больных с болезнью Паркинсона. Центральной холинолитики. История его давняя. Еще великий Шарко предлагал белодону для лечения болезни Паркинсона. В настоящее время используются препараты, называемые такие как тригексифенидин, бипериден. В наших аптеках он под названием Циклодон, Паркапан, Акинетон. Следует помнить о том, что эти препараты показаны лицам молодого возраста. Далее мы более детально об этом будем говорить, с выраженным дрожателем гиперкинезом. Продолжительность действия от нескольких месяцев до одного года. Мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда наши больные получают очень длительное, длительное лечение этими препаратами, что совершенно неправильно. Побочные действия – это медриаз, поэтому противопоказана закрытоугольная глаукома. Перед назначением препарата необходимо этого больного консультировать окулиста. Это может быть задержка мочи, поэтому проверяется состояние предстательной железы. У этих больных при применении холинолитика усиливается когнитивное нарушение. Уменьшается уровень ацетилхолина, и в силу этого нарастает когнитивное нарушение. Поэтому противопоказан лицам старше 60 лет из-за риска развития деменции. Кроме того, он способен вызывать состояние спутанности и зрительной галлюцинации. Мы любим препаратом амантадина. Существуют разные препараты – хлоридные соли и сульфатные соли. Это неометантан, амантин, ПК-мерц. Тоже продолжительность всего до года. В начальных стадиях он можно применять в монотерапии и в поздней для подавления дискинезии, вызванной леводогой. Есть целый ряд побочных эффектов, таких как нарушение сна, возбуждение, анорексия. Леведортикулярис, зрительные галлюцинации. Для лечения болезни партизона на ранних этапах используется силигелин. И разогелин. Эти препараты, опять же, используются на начальных стадиях. Можно в монотерапии. И они способны отсрочить назначение леводогой на 9-10 месяцев. Но чаще эти препараты используются на поздних стадиях болезни Паркинсона, когда возникает феномен истощения дозы действия леводогой. Целый ряд побочных эффектов, характерных для этой болезни. Нарушение сна, усиление дискинезии при добавлении к леводопе. И возможность серотонинного синдрома при приеме пищи с высоким содержанием тирамина и антидепрессантов. Агонисты дофаминовых рецепторов в настоящее время используются достаточно часто. Это пронаран, химическое название биперидил. Это прамепиксол, миропекс. И неупро, он выпускается в виде пластырей, ретигатина. На ранних стадиях эффект сопоставим с леводопой, что позволяет отсрочить назначение леводопы. Не вызывает дискинезии и позволяет отсрочить фруктурации. У них длительность монотерапии больше, чем у предыдущих препаратов. Двух лет и более. Благодаря применению агониста дофаминовых рецепторов, мы можем уменьшить концентрацию леводопы. Это очень важно для предупреждения побочного эффекта леводопы. Действует на все параметры моторных нарушений. И на тремор, и на гипертонус, и на кинезию. А также на эмоциональные нарушения. На депрессию, ангидонию. При применении этих препаратов также наблюдается целый ряд побочных эффектов. Тошнота, рвота, зрительные галлюцинации. И учитывая то, что эти нарушения увеличиваются с возрастом, поэтому после семидесяти лет желательно этот препарат не назначать. Переходим к главному препарату, который совершил революцию в лечении болезни Паркинсона. Это препараты леводопы. Напоминаю вам, они известны с 60-х годов прошлого века. И до настоящего времени является препаратом номер один для лечения большинства случаев болезни Паркинсона. Леводопа применяется в комбинации с ингибиторами периферической дикарбоксилазы, карбидопой и бенсиразидом, который предотвращает превращение леводопы дофамин вне центральной нервной системы и снижая выраженность побочных эффектов, которые могут проявиться в расстройствах желудочно-кишечного тракта, в ортостатических проявлениях и так далее, которые сводят на нет эффект леводопы. И благодаря этому увеличивается концентрация леводопы, достигающая центральной нервной системы. Существует комбинация леводопы с карбидопой и с бенсиразидом. Вот препараты леводопы карбидопы, виден в наших аптеках, встречаются на ком, синемет, и комбинация леводопы с бенсиразидом, видимо до пара. Существует целый ряд побочных эффектов леводопы, они делятся на ранние осложнения, которые возникают уже в первые дни приема препаратов, и поздние осложнения. К ранним относятся тошнота, рвота и прочие указанные здесь нарушения. Падает артериальное давление, нарушается ритм сердца. К поздним осложнениям относятся те, которые связаны с прогрессирующей генерацией дофаминовых рецепторов и пульсирующей стимуляцией дофаминовых рецепторов препаратами с коротким периодом полужизни. Они возникают неизбежно после 3-5 лет медового месяца, особенно быстро молодых. На протяжении нескольких лет самочувствие больных великолепное, но спустя 3-4-5 лет некоторых больных позднее неизбежно возникают. Позднее осложнение. Это колебания эффектов, моторной фликтуации, мы сейчас о них будем говорить более детально. Это дискинезия, это нарушение сна, галлюцинации, делирия, дисфория, тревожность, целый ряд нейропсихиатрических нарушений, о которых мы уже говорили. Итак, поздние моторные реакции на леводоку. Это истощение эффекта разовой дозы, поэтому эффективность принятой дозы препарата, распределенной в течение дня, заканчивается до очередного приема препарата. Но это снижение происходит достаточно плавно. У больного возникает скованность, дрожание, не дожидаясь появления приема новой дозы. Включение-выключение, когда происходит резкий переход от состояния относительного благополучия на фоне действия леводопы, полная бездвижность. On-off по-английски. Осроченное включение. Вместо того, чтобы препарат начал действовать через 30 минут, 40 минут, он начинает действовать с большим опозданием. Спустя 2-3 часа. Наконец, йо-йоинг. Это хаотичные быстрые колебания в состоянии пациента между избыточной двигательной активностью и бездвижностью, не имеющей временной связи с приемом леводопы. Абсолютно беспорядочные эти нарушения. Никакой связи с приемом препаратов нет. Второе моторное нарушение – это дискинезии. Различая дискинезии пикодозы, которые возникают на высоте действия спустя час-два после приема леводопы, это быстрые, хореоформные обычно, более выраженные верхние половины тела, возникающие на фоне максимального действия принятой дозы леводопы. И периоды выключения – ОФ. Дискинезии – периоды выключения. Они развиваются в нижних конечностях, характерны болезненные, тонические движения в нижней половине тела. И, наконец, двухсквазные дискинезии – это быстрые, размашистые, баллистические движения. Размашистые такие движения в нижних конечностях возникающие в период начала и прекращения действия принятые болезненные. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, на стадии, когда функциональный дефект отсутствует... Это первая стадия болезни Паркинсона с незначительными нарушениями. Достаточно социально-психологической реабилитации, то есть необходимо создать... Во-первых, проводить когнитивно-поведенческую терапию. Больной должен понимать, что эта болезнь несмертельная, что она развивается медленно. И на протяжении долгого времени он способен работать с достаточно полной нагрузкой. Далее, используется лечебная физкультура, используются ноотропные препараты. Хотя, еще раз повторяю, их эффективность... Далее, при появлении симптомов, ограничивающих жизнедеятельность, то есть когда возникают какие-то умеренные функциональные нарушения, возникают симптомы, в какой-то степени нарушающие четкость движений, и дрожание, уменьшающие возможности использования конечностей, применяем различные препараты. В молодом возрасте, до 50 лет лет, когда болезнь начинается, можно использовать и агонисты дофаниминовых рецепторов, или амантодин, или серигелин, или холинолитик. В возрасте после 50 лет, до 70 лет, при умеренном аторно-когнитивном дефицине возможны два варианта. Либо используются агонисты дофаниминовых рецепторов, или амантодин, или серигелин, либо назначается леводопа в минимальной эффективной дозе, или в комбинации с агонистом дофаниминовых рецепторов. Минимальная доза 100 мг. Далее, и после 70 лет только препараты леводопы. Далее, и после 70 лет только препараты леводопы. Далее, больной уже получает препарат, отраженный в предыдущем слайде, при ухудшении состояния, нестабильной реакции. Назначается комбинация препаратов и добавляются малые дозы леводопы. В возрасте после 50 лет до 70 лет тоже назначается комбинация вышегазных препаратов и добавляются умеренные дозы леводопы. Если речь идет о выраженных моторах, добавляются агонисты дофаминовых рецепторов к леводопе, амантадин, серегерин и повышаем дозу леводопы свыше 600 мг. После 70 лет работаем только с леводопой. Дозировки леводопы способствуют прием агонистов дофаминовых рецепторов, которые комбинируются с леводопой. Далее, возникает необходимость добавления амантадина, серегерина и ингибитров колд. И назначаются другие антидискенетические и психотерапевтические корректоры. И при неконтролируемых осложнениях и треморе используется хроническая электрическая стимуляция мозга. Есть некоторые особенности лечения больных с тремором. С высокой степенью доказательности этому улучшению состояния больных с тремором способствует прием пропронола. Но обратите внимание, что дозировки эти достаточно высокие. Далее, ну, примидон в наших аптеках исчез. Клонозепам в малой дозе тоже может способствовать уменьшению тремора. Амитриптилин, миртозапин. Ну, и по старой традиции мы широко используем прием циклодола. Но мы должны помнить о том, о том, что этот препарат имеет свой возрастной ценз применения. После 60 лет его применять не имеет смысла. В какой-то степени помогает перебедил наших аптек под названием Пронаран. Так, истощение конца дозы. Как можно помочь больному, который имеет место истощение конца дозы? Прием леводопы за 30-60 минут до еды. Обычно мы, назначая больным прием леводопы, говорим о том, что он должен применять этот препарат леводопы после приема пищи. В данном же случае мы назначаем этот препарат за 60 минут до еды. Переносим прием белковых продуктов на вечерние часы. Учащаем прием леводопы до 4-6 раз в сутки с сохранением прежнесуточной дозы. Добавляем агонисты дофаминовых рецепторов или серигелина. Пронаран в наших условиях. Добавляем препараты с пролонгированным действием. Седимент, Седди. При включении и выключении увеличение разовой дозы при снижении числа приемов. Вместо 6 раз мы возвращаемся к исходным 3-4 разам. Комбинируем с агонистами дофаминовых рецепторов. Опять же, прием леводопы за долго до еды. При дискинезиях препарат номер 1 для борьбы с дистонией, возникающей отрибаной, и хореей означается это препараты амантодина. Уменьшается суточная доза леводопы при необходимости с параллельным повышением дозы агонистов дофаминовых рецепторов. Нередко возникает ситуация, когда, несмотря на применение всех указанных мер, сохраняются дискинезии. Тогда переходит на терапию только агонистами дофаминовых рецепторов. Иногда это помогает. Добавляется клоназепав. Собрать, добавить или убрать леводопы за... ...восвобождение. В борьбе с дискинезиями иногда помогают атипичные нейролептики. Начиная с небольшой дозы, если есть. Но следует помнить о том, что все-таки моторный дефицит может нарастать при применении этих препаратов. Поэтому надо быть очень осторожным. В определенной степени помогает мертозапин. Мертозапин начинаем с половины таблеточки и увеличим до целой таблеточки на ночь. И, как правило, в конце концов эти меры не способствуют исчезновению гиперкинезов. Поэтому применяется нейрохирургическое вмешательство, хроническая стимуляция. В настоящее время для борьбы с акиенетическим кризом это акиенетический криз это резкое нарастание обездвиженности больного. Это одна из главных причин развития гипостатической пневмонии и фатального исхода. Поэтому при наличии акиенетического криза такие больные госпитализируются проводят быстрое наращивание дозы леводопы и применяется препарат ПК-мерц амантодиносульфат. Вводится вновлевенно-капельно один-два раза в сутки в флакон содержащий 500 мл и 200 мг амантодиносульфат. Применяются антибиотики обязательно потому что возникают неизбежно возникают гипостатические нарушения и антиггулянты в связи с восстановлением тромбоза. Немоторные проявления такие как депрессия больной должен быть консультирован психиатром осторожно в комбинации с элегелином опасно серотонинного синдрома при применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина используется прамипиксол пронаран агонисты дофаминовых рецепт при деменции прекращаем прием холинолитиков главный поставщик деменции и амантодина и проводится такое же лечение как при болезни Альцгеймера применяется донепизил и галантамин ривостегмин и даже мемантин но аффективность этих препаратов достаточно мала дело в том что у них деменция не корковая а подкорковая и точка приложения этих препаратов отсутствует при психозе понятно такие больные должны быть консультированы психиатром следует помнить о том что нередко причиной возникновения психозов являются превходящие коморбитные состояния и инфекции соматические заболевания необходимо снизить дозу леводопы сократить прием холинолитиков и амантодина и используют специфические нейролептики клозапин в малых дозировках на ночь в наше время мы видим хороший эффект от применения квитиопина квитиопина очень либо замена леводопы леводопы замедленным высвобождением и при ночной акатизии как я уже говорил акатизия это избыточная суетливость уменьшение вечерней дозировки леводопы применяется кланзепам золпидем дрозадон мертозапин при ликтативных нарушениях определенную помощь оказывает сонно при возвышенном положении головы благодаря этому происходит в определенной степени тренировка антиортостатических механизмов контролируется благодаря этому лучше контролируется артериальное давление используется ношение эластический чулок увеличим дозировку соли и количество жидкости используются другие препараты вот такие как флудрокортизон мидадрин снижается дозировка органистов дофаминовых рецепторов и леводумпы при задержке мочеиспускания используется капитализация при борьбе с запорами используется домпередон при непереносимости метаклопробамид помните о том что метаклопробамид сам по себе способствует усилению на протяжении долгого времени использовались деструктивные операции для лечения этих больных такие как палидотомия таламатомия салталаматопия вводился жидкий азот в последние годы значительно чаще используются стимуляционные операции такие как высокочастотная стимуляция абсурдотолемического ядра талямуса или бледного шара через вживленные в них электроды показания для проведения стимуляционной стимуляционной методом лечения это установленный диагноз болезни паркинсона это длительность заболевания более пяти лет это высокая степень третья не менее третьей степени стадии паххёна яру выраженные моторные флюктуации или дискинезии которые не корридируют с адекватной дозой тофомиологических препаратов и плохая переносимость препаратов леводопы и но обратите внимание что эти что хирургическое вмешательство должно проводиться в том случае когда сохраняется высокая эффективность леводопы при проведении фармакологической пробы и одним еще показанием для проведения это стимуляционный это отсутствие деменции выраженной депрессии грубых нарушений спасибо за внимание деменции и деменции